Настоящий праздник науки прошел в Ульяновском дворце творчества детей и молодежи. На конференции регионального конкурса юные техники и изобретатели подвели итоги. Ребята от 8 до 18 со всей Ульяновской области представили на суд жюри свои проекты и модели. Это добрая традиция. Этот конкурс, наверное, уже проходит шестой раз в нашем регионе. Поэтому это ежегодно. И поэтому как педагоги, так и дети, и родители знают об этом конкурсе и с удовольствием участвуют. Проекты в самых разнообразных отраслях науки, техники. Это и авиамоделирование, то есть авиационные отрасли, и беспилотные летательные аппараты. Авиамодельный кружок в дворце творчества детей и молодежи более 10 лет возглавляет Анатолий Григорьевич Уфимцев. Офицер запаса, который 8 лет прослужил на Байконуре. Из них 4 года в первом испытательном центре начальником службы горючего. Заправлял ракеты, в том числе первые, энергию и буран. После увольнения из армии пришел в детский авиамодельный кружок передать свой опыт. Его ученики тоже ежегодно участвуют в конкурсе юных техников и изобретателей. Я придерживаюсь в проектной действии традиционной схемы. У нас есть, конечно, и 3D-принтеры и так далее, где мы тоже иногда заказываем и делаем некоторые детали для самолетов и макетов. Но в основном все это ручная работа. Кропотливая ручная работа. Спектр проектов, которые представили в этом году на конкурс юные авиамоделисты, очень широкий. Это всевозможные виды самолетов, начиная от радиоуправляемого и кончая такими, как ЛМС-901. Интересно усовершенствованная модель подводной лодки самолета «Скат». Но у Хао Кружка проект экрана плана газовоза. Есть модели из области космонавтики. В этом году отмечаются две знаменательные даты освоения космоса. Это 65 лет запуска знаменитой ракеты Королева Р-7. Это первый запуск был 15 мая 1957 года. Но он был неудачный, но тем не менее это был первый шаг в развитии космоса. И этой же ракетой 4 октября 1957 года, опять же 65 лет, был запущен первый искусственный спутник Земли. Участники должны были подготовить презентацию, которую оформляли схемами, чертежами и фотографиями. Далее требовалось изготовить макет или действующую модель. И если самолет радиоуправляемый, надо было научить его летать. Илья Паращенко, ученик 7 класса Ульяновской средней школы номер 62, сделал радиоуправляемую модель самолета вжид. На ее создание у него ушло полгода. Мы использовали материалы потолочная плитка. Потом все это, когда вырезали шаблоны, все это с сайта брали, распечатывали на принтере, создавали шаблоны. Потом создавали фюзеляж, крыло. Все это собирали и обклеивали. Победители регионального этапа конкурса поедут на всероссийский этап, который состоится в июле текущего года в Москве в Государственной Думе. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.